Здравствуйте, республиканцы, как наследственный демократ, член демократической партии и даже демократического национального комитета, я могу вас всех приветствовать. Наша секция называется «Екатерина II как республиканка. Загадка эпитафии написанной самой себе». И у нас три участника. Первый из них Марк Юсим, Киби и Юсим, спасибо, из Российской академии наук. Тема сформулирована как «Загадка эпитафии». Я должен сказать, что загадки на самом деле уже нет. Олег Валерьевич задал эту тему и сослался на книжку «Гриффитс», которую я почитал. Убедился, что все возможные ответы там подробно рассмотрены, и, собственно, загадка как бы разгадана. Более интригующим у меня был второй вопрос, тоже от Олега Валерьевича, собственно, который увидел в параллели некую между миниатюрой Леона Батиста Альбетли 15 века, подражание Лукиану, там, похвальное слово «собаки» и вот эпитафия, которую Екатерина написала сама себе. Ну, на этот вопрос тоже, в общем-то, при более внимательном чтении книги «Гриффитса» я нашел тоже и у него некоторые ответы, то есть как бы что-то новое, в принципе, трудно здесь будет добавить. Вот, ну, больше я внимания, конечно, уделю этой теме, но для того, чтобы обосновать связь все-таки между подсвящением и Ренессансом, которая не всегда была однозначной, я вот тут привел такую цитатку из Ханны Айрент, которая как раз здесь упоминалась, хотя поэтому ее авторитет заслуживает внимания, которая пишет о том, что вот возрождение античности, времена Ренессанса, обрело второе дыхание в эпоху абсолютно государей просвещенных деспотов. Вот, то есть, поликанский пыл датаился только до этой пары. Очень подходящая здесь цитата, которая, собственно, объясняет в первом приближении, почему может быть такая параллельна. Ну, по поводу эпитафии тут много чего можно было бы говорить вообще, в частности, по поводу Ренессансной эпитафии. У нас есть хорошая очень книжка Каментовской, 30-х годов, изнанная в 95-м году, которая показывает, что средневековые эпитафии, где речь шла об спасении души, сменяется в эту эпоху суждениями о вечной славе, бессмертной славе. То, что Рефиц в своей книжке называет символическим бессмертием. То есть, вот здесь одна из цитат я взял просто из этой книги, тоже для иллюстрации. Одна из эпитафий, вот, о бессмертии, о славе, вот слава и бессмертие, как бы, становятся главным ценностям. Ну, пара слов по, собственно, вот этой, об этой миниатюре Альберти. Ну, параллель здесь с Екатериной связан с тем, что она посвящала шутливой эпитафии, вообще стихи, французские она писала стихи своим собачкам любимым. Да, и Альберти тоже в свое время писал о своей любимой собаке. Собственно, это не эпитафия, это буквально слово, но в конце мы узнаем, что это любимого песика, который умер, там очень трогательно вот эти вот слова дальше идут. Здесь вот я привожу цитату, которая иллюстрирует жанр этого сочинения. Надо сказать, что вот в этой, в этом панигерике собаки современный исследователь находит некие соображения Альберти о самом себе. Вот он как бы некий гуманистический идеал рисует, но так отстраненно, да. Он в это же время примерно написал, в 1438 году, автобиографию анонимную, но она приписывалась нам сейчас именно ему самому, третьим лицом пишет, где всевозможные качества, которые с точки зрения тогдашних гуманистов представляли идеального человека, он приписывает вот этому своему герою, собственно, Альберти, самому себе. И здесь повторяются тоже похожие восхваления в адрес собаки. Вот одно из них, например, то, что вот этот пес, Канис, он называется просто, с юности посвятил себя, он и о военном делах занимался, но все-таки больше изучению наук и так далее стал заниматься. Ну и дальше там такого рода похвалы, что вот он терпел стужу и голод, всегда ходил госяком, не пил вина, это все примитивно к собаке звучит, конечно, забавно. Вот. Но в конце, вот он говорит, что все-таки этот вот песик умер, его отравили даже, чайно очень, и он ему говорит, что прощай, мой песик, жили вечно, как-то заслужившись, насколько это в моих силах, то есть своим трудом он его хочет прославить и оставить память о нем в веках, то есть даровать ему то самое символическое бессмертие. Ну, я хочу, хотя времени оказывается у нас очень мало, я хочу привести еще один пример, который вот в статью об этом произведении Альберта у меня не вошел, но очень интересно сопоставить другой отзыв его же современника и друга, папы Пии Второго и Нейсиды Пиколомени, которые в своих комментариях вспоминают о собачке Мюзетте. В первое издание это, кстати, не включали, исключили эти отрывки, как несерьезно. Там он пишет о том, что вот эта собачка трижды попадала в такие ситуации критические, чуть не утонула, на нее напала обезьяна и в конце концов треть раза выпала из окна и погибла. И, собственно, здесь это такое нравоучение, что вот от судьбы не уйдешь, с одной стороны, можно, да, что что-то там, судьба или Бог, Бог, наверное, дарует предупреждение и в конце концов это вот сбывается, такой вот ренессансный патриолизм. Ну, совершенно другое отношение к примеру животного, но вообще я вижу в том, что как бы вот животных, как чисто природных существах, в то время видит некие вот общие с людьми черты и даже в чем-то выводит поучение. В первом случае, так сказать, некий идеал даже рисует шутливый, хотя в втором случае такое вот более моральное поучение. Вот. Ну, теперь к Екатерине переходим. И прежде всего, вот ответ на тот вопрос, который был задан в начале, загадка республиканки, да, почему она себя называет в письме дальше, не простира, республиканской душой. Она дала сама, собственно говоря, этот ответ, один из ответов на этот вопрос, беру это тоже цитату из книги Грификса, из его одного письма. Здесь перевод мой для краткости. Писать историю историк не должен познавать дух века. Всякие века имеют в силу духа своем управлении. И, собственно говоря, вот этот дух века, видимо, и заставил ее в самом таком общем приближении писать о себе как о республиканке. Теперь, собственно, к эпитафии. Ну, вот это эпитафия. Вот французский вариант. Что здесь в первую очередь нас интересуется? Вот республиканская душа и доброе сердце. Да, республиканская душа не республиканская. Значит, республиканка в душе, можно сказать. Тут вот я вижу неожиданную перекличку с присутствием, о котором сегодня говорилось. присутствует в душе республиканизм. Все-таки важная деталь. Вот. Второй момент, то, что это слово в другом письме, она говорит, душа была моя в высшей степени республиканской. Всегда соседство с философией. Вот республиканская душа это философская душа. Ну, теперь к истории этой эпитафии. Вот цитата из письма, где она об этом пишет. «Опасаясь умереть», я заказал вчера свою эпитафию, кстати, варианты не точно встречаются с переводом, да. Заказал я эпитафию по образцу эпитафии сэра Томаса Андерсона. Что любопытно, первой публикации 1876 года такой комментарий «Сэр Томас Андерсона англичан, вызванную в Россию, где ему самому шеплевую эпитафию, восхляет его как нежного мужа, доброго отца». Это вот о собачке. То есть публикатор не понял, что это была эпитафия собаки, на которую она ссылается. Вот. Но это забавная деталь. А вот объяснение, почему она решила ему здесь подражать. Вот она пишет, собственно, об этом Томи Андерсоне. «Животные гораздо умнее, чем мы думаем». И вот она здесь его хвалит за то, что он руководил другими собаками, да, как он мудро ими управлял. Здесь тоже некая параллель просматривается с ее собственной судьбой и, с другой стороны, вот с тем, о чем я говорю, применительно к гуманистам 15 века. То есть вот животное как существо, некий предрусоизм, существо неиспорченной природы, некий образец возможен для людей. Ну, собственно говоря, о жанре эпитафии теперь я еще вернусь немножко и к жанру и к тому, как вот эта эпитафия шутливая Екатерина соотносится с ее собственной биографией. В случае с Екатериной Второй историк имеет дело не с недостатком документов, а наоборот с их избытком. И не только каких-то официальных документов и прочих, но ее огромные переписки, в том числе ее собственные воспоминания как раз о том периоде, о котором она эпитафия пишет «Кероплание жизни» и других каких-то отрывков ее сочинений литературных и комментариев и прочего, где очень много можно собрать сведений для суждений о ней. И надо сказать, что на мой взгляд, она была очень одаренная женщина, одаренная писательница, она очень неплохо в этой эпитафии очень кратко, сжато рассказала о своей жизни за период от рождения, начинается как бы анкетная такая, родилась, провела, но очень сжато она сформулировала то, что она хотела, то, что она видела в себе и как я уже сказал, это очень хорошо соотносится с ее подробной автобиографией, но здесь ей удалось выразить какие-то основные вещи и о ней они говорят очень много, то есть она что-то как бы обходит, но вместе с тем достаточно объективно может и справедливо подчеркивать те свои черты, которые и бы самой хотелось видеть в себе и ну твердость характера, стремление умения добиваться целей снисходительности с другой стороны любовь к свободе там доброе сердце все это очень достаточно справедливо можно считать в отношении к ней ну насколько все-таки это вот серьезно можно относиться к такому жанру мне кажется что иногда можно относиться к нему серьезнее чем анкете или автобиографии потому что или к сторонней характеристике потому что здесь человек все-таки раскрывается он как бы видит себя в зеркале и здесь это шутливая в общем-то шутливый такой текст ироничный но он здесь показывает пожалуй то что человек хочет чтобы видели в нем и кому собственно говоря обращается ну вообще-то она упоминает об этом письме к Гримму сам этот текст он отдельно где-то существует в архиве то есть нельзя даже сказать что это именно та эпитафия но конечно скорее всего это так и есть вот и даже злали она до кого-то но мысленно понятно что она обращается к тем ее друзьям французским посвятителям в данном случае к Гримму это как бы ее одна сторона может быть лучшая половина это как бы как называют референтные группы или я еще называю референтные люди которым она хочет понравиться в глазах которых она хочет выглядеть идеальной правительницей ну и соответственно в глазах наверное тоже без преувеличений но опять не объективно ну как я уже вот пояснил что главное что я извлекаю вот из представлений Екатерины о то что можно написать достойно в эпитафии это все вписывается вот то что Гриффитс назвал коротко говоря символическим бессмертием то есть это ну как бы земные достаточно ценности в тех пределах которых они доступны человеку в плане бессмертия и здесь пересказывает еще ну мы уже и вчера об этом говорили что республиканизм до великой французской революции после разные вещи в общественном сознании и эта революция была как бы гильотиной которая отрубила старому республиканизму и подпространяться нечто новое независимо от пожелания кого бы то ни было и мы должны с этим так или иначе считаться ну и теперь собственно говоря да здесь уже вывод я выписал но я еще хочу сказать о чем вот восемнадцатый век это век просвещенных монархов у нас есть Екатерина есть еще Фридрих Великий который она писала сама который был образцом для многих других монархов для подражания и собственно это король философ он себя называл сам королем философом вот поэтому вот философия из Байказина все это один ряд понятия я должен сказать что у Макиавелли есть такая интересная фраза о Савонаруле он пишет что знаменитая фраза что вооруженные пророки побеждали победили а не вооруженные погибли замечательная формулировка один у нас только встречается недавно об этом тоже думал рассуждал и здесь это применимо в каком плане пророк тоже в общем-то некий синоним философа то есть это понимание Макиавелли это в других местах он пишет об основательных религиях больше всего хвалят основатели религий это люди которые идеологически что-то дали обществу внесли законы новую религию даже образ жизни и одновременно они сумели внедрить это то есть они выступали в качестве правителей так вот я хочу сказать что к сожалению на практике это очень и очень редко бывает когда удается совместить эти две вещи или пророк или вооруженные политики они всегда вооружены если они вооружены они погибают пророк немножко другая профессия как и философ вот этот платоновский идеал он встречается очень и очень редко это может любым правителям пытаться применить но ну кто у нас царь Соломон библейский был мудрый правитель да там Марк Аврелев вот к сожалению в российской истории вот Ленин может быть сочетал себе я не не даю оценок сейчас это другой вопрос человека который обладает идеологической силой этим импульсом который умеет добиться политического успеха это большая значит возвращаясь к Екатерине заключаю я уже заканчиваю вот ее да я заканчиваю вот это эпитафия ее желание показать себя как республиканскую душу это собственно отражение того что король должен быть философом вот здесь еще у меня цитата из антимакиавелли Фридриха второго он правда это написал накануне вошествие на престол и ну к сожалению практика как я уже сказал она всегда расходится с теорией там в дальнейшем ему припрыжилось отступать от некоторых принципов в вашем и здесь но чем характерен этот текст что вот он восхваляет собственно свободу вольность как главное качество которое люди вот мы рождены без цепей желаем жить на этом свете без принуждения если республиканизм мы хотим отождествлять с идеей свободы а здесь мы слышали за эти два дня очень много разных самых республиканизмов и собственно говоря нас ничего не ограничивает в результате конечно от республиканизмов ничего не остается но в общем ну какие-то коннотации у нас есть и вот свобода одна из главных коннотаций здесь Фридрих выступает в этом тексте как самый такой ярый подборник свободы другое дело как он объясняет что вот он монарх вот это сложный вопрос что он сторонник свободы значит республиканизма но он будет монарх на это к сожалению сейчас времени не остается может попозже чуть-чуть к этому вернемся там есть много разных объяснений тоже исторических и у Катерины они есть там и дух времени испорченный народ и форма и материя государства как бы ну есть элементы и патернализма патриархального подхода и как бы вот следование законам конституции последнее наверное что еще скажу Екатерина вот в России кстати заброшенная к нам по воле Рока да она оказалась между двух цивилизаций как бы да западной вот вольтерами и дедеротами которые писали что она скорее свободы да да и материи России но и другие монархи тоже оказываются в этой ситуации русские да с одной стороны вот этот внешний европейский лоск условно говоря и с другой стороны страна не готовая к этому как бы не готовая и уже дальше начинается там объяснение получилось то же получилось ну на этом я наверное закончу пока спасибо большое я очень долго думал над тем как назвать доклад Олег еще в сентябре наверное попросил нас назвать доклады вот только третьего дня я понял как должен называться доклад точнее мое выступление на этом круглом столе должен называться примерно так старорежимная республиканка старорежимная республиканка почему потому что Екатерина была республиканкой до июля может быть до августа 1789 года как только она узнала о событиях во Франции она начинает использовать этот термин исключительно в негативном смысле у нее нет ни одного высказывания где она бы называла себя республиканкой после 1789 года в этом смысле она была республиканкой и поэтому во многом этот республиканизм действительно для Екатерины некая интеллектуальная игра но игра абсолютно оправданная как любая игра эта игра дает очень хорошее представление о участниках игры об игроках в этом смысле в Homo Ludens Екатерина была великолепна в той игре которую она разыгрывала собственно эта игра касалась самых разных вещей конечно мы знаем эти цитаты прежде всего по письмам Екатерины к Риму и мне кажется вот этот портрет Екатерины который делает Мария Анкало очень хорошо говорит тоже об этой игре Екатерина здесь представлена как римская матрона на ней лавровый венок на ней покрывало такой классистический образ добродетельной римской матроны должен ассоциировать ее тоже с Римом но мы не будем утверждать что Екатерина считала себя римлянкой несмотря на то что Калло изображает ее как римлянку поэтому Екатерина называя себя республиканикой действует так же как примерно действует скульптор Мария Анкало создавая образ римской Екатерины что это что это за цитаты примерно одно и то же повторяется в этих цитатах впервые в 76 году в одном из первых писем Гриму она пишет о том что у нее душа самая республиканская которую вы когда-либо знали то есть я обладаю душой то же самое она повторяет в эпитафии но из всей эпитафии я бы обратил внимание на вот эти строчки она пишет что вступив на российский престол она она пишет в третьем лице стремилась к добру желала доставить своим подданным счастье свободу и собственность она легко прощала и не питала никому ненависти снисходительная любившая непринужденность в жизни веселая от природы с душой республиканки и добрым сердцем она имела друзей то есть республиканка встречается между друзьями веселостью от природы непринужденностью в жизни игривый тон действительно который она рассказывает гриму о том кто она такая соседствует действительно с помянутой чуть выше эпитафии собаки последний раз наверное она повторяет эту идею о том что она республиканка в письме доктору Цинермана если про грима все знают о Цинермане несколько слов это врач и писатель Екатерина узнала его сочинение об уединении и была в полном восторге от этой книги и она начинает с ним переписку причем она велит пересылать ему письма через Берлин зная что на почте эти письма вскрывает переиллюстрирует и читает она там очень много пишет как раз о своей политике по отношению к Пруссии и прямо велит пересылать эти письма через Берлин Краповицкий в начале письма вы конечно неудачно неудачно государь первый такой доктор который просит у кого-нибудь позволения отправить его на тот свет другие делают это без такой учтивой формальности понятно что это ирония от Мольера его докторов над которыми он все время смеется вообще Екатерина любила смеяться над докторами Цинермана любимый доктор Екатерина затем она рассказывает свою эпитафию если она пойдет в Элисейские поля то вместе с хорошей компанией как доктор Цинмерман и поэтому начинает пересказывать ту же эпитафию но несколько иначе она разочарована в людях мое честолюбие конечно не было злым но может быть я слишком много предпринимала чтобы считать людей способными стать рассудительными справедливыми и счастливыми обратите внимание на смену тональности Гримм она пишет она хочет сделать людей свободными счастливыми и безопасными здесь она пишет что я слишком много предпринимала для того чтобы сделать их таковыми но род людской вообще наклонен к несправедливости а с этим нельзя быть счастливым и к безрассудству если бы он слушался рассудку и справедливости то и в нас он не имел бы нужды то есть монархов здесь очень важное противопоставление монархи были бы не нужны если бы люди были справедливые и были настоящими республиканцами не только в душе и дальше идет строчка что касается счастья как я уже выше сказала то всякий разумеет его по-своему я уважала философию потому что всегда моя душа была отменно республиканской здесь философия в прямой связи с республиканской душой Екатерины старик действительно она монарх который уважает философию и поэтому уважает республиканскую идею я согласен что может быть покажется чудом этот закал души с той неограниченной властью на моем месте но никто в России также не скажет что я ею злоупотребляла то есть я дескоп но в душе я республиканка которая никогда не злоупотребляла своей деспотической властью и правила как философ республиканец соответственно в действительности Екатерина впервые написала эти строчки гораздо раньше впервые это упоминание о том что у нее республиканская душа встречается около 1755 года в этом забывают это ее первая автодиография очень краткая которая написала секретаре английского посольства Станиславу Панетовскому и где она рассказывает о своей жизни рассказывает как она прощается с отцом заливается слезами и пишет что отец был самая чистая добродетель направляла его шаги могу правду сказать что никогда в жизни не слышала чтобы он произнес хоть одно слово которое бы на самую малость противоречило этому характеру я думаю что такого рода чувство заставляло его любить республиканский образ правления причем речь идет именно о регубернеман республикан то есть о народном правлении которого яным сторонником он был и которому я из уважения или к нему или как иначе я не могла удержаться чтобы не сохранить склонности это она пишет при живой Елизавете то есть это великая княгиня России которая республиканка предварит Елизавету дело почти невероятное на месте которое я занимаю обладая тем честолюбием такое я имею то есть эту фразу она повторяет минимум четыре раза в жизни с 1755 по 1789 год как можно трактовать Екатерину что она имела ввиду что она республиканка в классическом струнском понимании она монарх который сочувствует республиканской форме правления поскольку только при этой форме правления может реализоваться свобода человека она считает республиканские ценности соответствующим целям ее монархического управления то есть прежде всего установление свободы безопасности подданных Гриффит в своей статье пытается прежде всего настоять на третьей точке зрения потому что если внимательно посмотреть цитаты выделенные мной то он говорит что Екатерина в своих действиях и своей политике опирается на то что было свойственно скорее республикам Англии и Голландии в этот период в их политике республика ориентировалась на торговлю на образование в отличие от деспотизма республики стремились обеспечить гражданам процветание и наконец республики формировали общественное мнение все это было воплощением республиканского духа но если внимательно посмотреть на эту программу то Екатерина действует примерно так же как действует Катерина I или Елизавета Петровна развитие коммерции народное образование процветание об этом декларируют все монархи которые находятся на русском престоле но они не провозглашают сюда республиканцев соответственно Екатерина не жила в республике она это прекрасно понимала она понимала отличие монархии от республики если посмотреть на современные исследования которые все-таки пытаются доказать что те страны которые мы считали монархиами в действительности были республиками это работа греческого историка Калдейса или Джеймса Коллинза в которой вышла замечательная книжка под названием La Monarchie Repubblicaine где он доказывает что Франция в 16-17 веке была республикой монарх был магистратом должностным лицом который исполнял волю республики все-таки предполагается в этих книгах что там существуют в этих работах определенные модели где общество участвует в государственном управлении где существуют институты такие как например во Франции парламент которые как-то сдерживают королевскую власть в России ничего подобного не было и Екатерина об этом прекрасно знала то есть она не рассматривала точно Россию как республику она прекрасно понимала что это скорее деспотическое правление здесь ее заметки на полях книги Штрубеля и Пермона хорошо свидетельствуют о том что она прекрасно понимает что Россия деспотия чистая деспотия как она пишет иначе управляться не может ее последняя заметка где она пишет что Россия если не будет деспотии она рухнет то же самое она практически пересказывает позже к сожалению осталось мало времени но я бы как раз хотел обратить внимание на язык контекстов и сказаний она всегда говорит по-французски об этом она пишет корреспондентам которые понимают французский язык она всегда это делает в письмах переписка это часть публичной сферы это будет посвящение это фактически публичная вещь и поэтому как мне кажется чтобы понять это высказывание нужно собственно обратиться к французской литературе этой эпохи к французским словарям и о них говорят примерно одно и то же о том кто такой республиканец это тот кто испытывает страсть к республике который любит свободу своей страны и который ненавидит монархическое правление и здесь есть замечательная цитата это цитата из Сен-Эвремона и она очень важна как мне кажется для понимания Екатерининского высказывания Сен-Эвремон который в 14 лет провел в Голландии и писал о Голландии описывая голландскую форму правления голландскую республику пишет о том что возвышенность души делает истинных республиканцев Екатерина примерно пишет о том же она говорит о том что она заботится не о себе она всю свою жизнь искала и желала благо своим подданным она заботилась о счастье подданных о их свободе и собственности и что это как невозвышенность души на этом я вернусь на жизнь спасибо Евгений Анисимов Евгений Анисимов Европейский университет Санкт-Петербургия и его здесь озвучит Олег Харков да действительно я у меня незавидная судьба демонстрировать присутствие Евгения Викторовича присутствие все помнят особая категория культура 18 века который да рок обрек на отсутствие сегодня и мне печально об этом говорить но героически он продемонстрировал гражданскую доблесть и посреди ночи написал три страницы кое я попытаюсь озвучить сейчас хотя это будет как известно говоря штампами конца 20 века бледная копия и так далее и тому подобное значит когда мы с ним разговаривали почему надо было об этом подумать мы думали разбираться не по содержанию самого высказывания потому что по содержанию своего высказывания мы с Евгением родственник радикально но из того кто слышал меня вчера я утверждаю что евроспубликанизм чисто классический цицероновский в исключающий республиканизм она не вписывается Евгений как вы слышите не признает это деление и ему он всегда говорил что она как и тот кто сейчас сидит на российском троне демократ душе как бы сказать она республиканка душе но тем не менее есть значимые как мне кажется детали аргумента Евгения которые заставят нас задуматься о этих как раз деталях потому что три вещи которые вот сегодня Сергей уже затронул и Марк Аркадьевич тоже если так вот самая знаменитая эпитафия представьте себе эпитафия написана собаке под именем Том Андерсон собак называть собаку именем английских лордов мне казалось что это первый элемент особое отражение к Англии в тот момент с другой стороны эпитафию собаке написал французский посланник Маркиз де Сигер и она сохранилась на той же бумажке на которой потом Екатерина пишет на обороте он и значит эпитафия сама себе как обращение к бессмертию значит оказывается традиция эпитафии собакам как сказал Марк Аркадьевич долгая традиция идущая от Ренессанса оттуда еще и в античность видимо и поэтому в этом вроде как нет ничего особенно смешного с другой стороны потом послать все это в письме которое как кажется у нас написано игривым тоном к одному из светочей просвещения но теперь оказывается что такая же публичность как Live Journal то есть это публичное послание с расчетом на то что его прочтут то есть тут вообще столько запаковано самой форме этого послания и самой что мне кажется что если мы будем дальше это обсуждать то это будет тоже здорово потому что вот этих обстоятельств мне кажется они трансформируют само высказывание неузнаваемо то есть в этом отношении ну теперь эпитафии помимо интересной игры вокруг собачьей эпитафии о чем наверняка пойдет у вас речь и обсуждение традиций составлять эпитафии я хочу обратить ваше внимание на несколько обстоятельств первое текст эпитафии по существу является программой мемуаров эпитерины или краткой аннотации обычно в наше время так пишут в отчетах аннотацию к вышедшей работе по крайней мере многое сказанное в эпитафии содержится в мемуарах Екатерины тут это единая цель и чтение от скуки одиночества и рассуждение о своих благих намерениях о своей веселости ведь она тоже неоднократно писала своим французским адресатам мадам Жафрен точно нужно признать что многие авторы работы Екатерине увы отчасти и я то есть они сьмом попались на удочку императрицы и вольно или невольно воспроизводят эту аннотацию в своих работах что и не мудрено уж очень обаятельна эта женщина особенно когда читаешь ее тонко рассчитанные откровения ее тонко рассчитанные откровения она и при жизни обладала даром очаровывать людей даже относившись к ней критически например история Долгорукого Крымского второе несомненно что эпитафия отражает тот миф о себе самой который годами оттачивала Екатерина в письмах своим западным адресатам с десятилетиями этот миф построенный как на реальных фактах так и на интерпретациях автора был отшлифован стал гладким и правдоподобным причем хочу подчеркнуть что миф этот имеет вполне литературное происхождение в эпитафии как во всех трех редакциях мемуарах Екатерины воспроизводится один из вечных фабул мировой литературы а именно история о Золушке третье автохарактеристика ну да там же вы помните да там написано она приехала 15 лет ее заточили в 18 лет ей было нечего делать сколько читать философию потом так случайно оказалась она на троне и с тех пор преследовала только счастье своих подвигов а душа у нее было республиканской ну вы помните содержание спрашивает зачем писать эпитафию да вы знаете обоснование кстати помню мне предстоит 11 баллов и 15 обедов можно так переесть что точно ведь умрешь поэтому надо вы заранее составить эпитафию это написано прямо перед рождеством и чередой праздников как у нас так что мы вовремя ее начинтересно интерпретируем третье пишет Анисимов автохарактеристика описание многих чьих своего характера среди которых она естественно не упоминает скромность увы наталкивается на факты говорящие о другом в ряде случаев императрица сама проговаривается так в кавычках выражение Екатерины 18 лет одиночества и скуки ну конечно это фигура речи Екатерины она повествует в мемуарах как ловко и быстро на самом деле сумела сломать систему контроля за ней и вылезая по ночам в окно веселилась в кругу заведенных ей друзей касательно того что она была снисходительна пусть с ней на том свете поговорят Радищев Новиков и особенно Арсений Бациевич замурованный по указанию Екатерины в камере Ревельской крепости и умерший там через 4 года как истинный мученик в холоде и в шах естественно что Вольтеру она об этом не писала да и Шишковский мог бы многое рассказать о гуманности своей госпожи какой же она была истинной республиканкой и что она имела ввиду об этом уже не раз говорили в семинарах Олега что же касается той высокой цели ради которой она пришла к власти дать подданным счастье свободу и материальное глотополучие то мы же знаем что нет такого правителя который бы хотел придя к власти принести своим подданным ни счастье ни волю и нищету как вы думаете какие могли быть у нее программные цели наконец четвертое и последнее благородный миф о себе самой наверняка родился в последние десятилетия ее жизни пробыв власти больше тридцати лет она утратила под влиянием безграничной власти неизбежных изменений в организме самокритичное отношение к себе об этом есть много свидетельств медные трубы заглушали в ней голос разума недаром Потемкин наставляя английского посла шедшего наудиенцию к Екатерине говорил нужно ей лстить чем грубее лезть тем лучше вообще так случилось что эта умнейшая женщина не справилась с возрастом не сумела так сказать синхронизировать свои почтенные года со своим поведением при этом я ни на что не намекаю и сам ханжой не являюсь впрочем Екатерина думала о смерти и не раз моделировала мифы своей кончине она мечтала как она будет медленно умирать подобные сценики окруженные друзьями под звуки прелестной музыки среди цветов но смерть распорядилась по-своему она неожиданно и грубо настигла императрица утром 6 ноября 1796 года в Зимнем дворце в узком коридорчике из уборной в кабинет Екатерину поразил удар с великим трудом шестерым слугам шестерым удалось вытащить застрявшую в коридорчике тучную государлю и положить ее на сафьяновый матрас разложенными полом там она без сознания хрипя пролежала несколько часов там и умерла а рядом в ее кабинете рылся уже ее наследник он бы написал для матери совсем другую эпитафию клятва преступницы мужа убийца развратница транжиры миллионов государственных денег на своих бесчищенных чернушек и т.д. на всем замолтаю так дорогие коллеги у нас Евгений Викторович уложился ну да прекрасно что ж сильно но и кратко and to the point так у нас много для разговоров практически 30 минут так что отбиваю ну а ты иначе а можно вернуть на экран да конечно сейчас Маргарита какая ваша презентация там была самая моя вот нижний ряд справа нижний ряд вот может быть можно вернуть раньше письмо к Циммерману вот она шестая у меня отрывочек зимний датей есть смерман души знаете свои там где она говорит про себя как республиканскую душу и про то что при том что у нее была неогранична неограниченная власть и этот закал души республиканский с неограниченной властью на моем месте мог бы привести на скидку надо посмотреть французский текст конечно внимательно смысл такой прорисовывать из последней фразы никто в России не скажет что я этим злоупотреблял имеется в виду что я никто не скажет что я деспотическим образом насаждал республиканизм в России потому что вот люди вот эти про которые там говорится рот людской несклонной наклонной справедливости вообще вот эти люди которые вокруг меня совершенно не республиканцы значит республиканская душа в сочетании с неограниченной властью могла бы деспотическим образом этих людей принудить к республиканизму но она подобного не делала и такой ли здесь смысл нет здесь смысл как раз обратный потому что здесь речь идет о неограниченной власти которую я никогда не злоупотреблял это часто оборот у него встречается в письмах я не злоупотребляю своей властью это русский перевод это проблема русского перевода в русском регионале однозначно то есть там ну любого акта я сейчас точно не скажу но по смыслу смотрите я согласен что может окажется чудом этот закал души республиканской республиканский закал души с неограниченной властью на моем месте но никто в России так же не скажет что я этим злоупотреблял я ею я ею властью неограниченной власти представьте себе я республиканец один в своей стране и у меня неограниченная власть так я думаю всем не республиканцам в голову заставлю тем кто не согласится с республиканцем я думаю что неограниченная властью совершенно очевидно что это дословник ну да по смыслу нужно было предоставить несмотря на меня да да абсолютно то есть там конечно можно два слова еще тоже добавить по-моему дело тут не в переводе все это вообще неправильно переведена фраза если Екатерина Сторовна называли публичной женщиной если мы по всему словам диспле то републик так же как революция если есть два отказа но она не публичная женщина смысл того Кимар ты это ведешь или не ведешь еще раз да вот еще вот об этом об этом говорю что дело не в переводе но я согласен что смысл здесь очевиден а дело в противоречии о котором она пишет что она обладает неограниченной властью и называется республиканкой то есть она понимает что здесь есть некоторые противоречия как бы мы ни толковать а в чем здесь дело дело в том что вот российские монархи восемнадцатого века в частности их миссия как бы была историческая какая-то насаждать в России вольность в кавычках вот мы об этом говорили здесь она не уместна как Петр I говорила как об стену горох английской воли но они несли это вот послание западное послание все эти ценности они как бы несли где-то сверху а здесь вот они уже сталкивались с другим вот коротко если вернуться к фразе то я могу сказать следующее фразу Циммермана на французском весьма вывести на экран нельзя мы не сделали у меня есть копия французского текста послание Гриму 1975 года могу сказать следующее три человека сидящих в панели все читали французский текст и не нашли там возможности поли семьи если вы найдете это будет вклад в интерпретацию этой цитаты Екатерины а сейчас пока невозможно какой последний французский текст я все должны считать деспотом но я соответственно деспотом не была и не насиловал своих подданных там так как звучит есть ну буквально что это такое плохой русский перевод плохой русский перевод 19го года да у нас много других вопросов может быть надо их прослушать да даже всем может быть здесь вопрос следующий спасибо я просто хотел бы мостик крутить к тому что Дмитрий и вот к докладам которые вы услышали мне показалось здесь есть такой интересный момент призы публиканизма как именно специфически для этой эпохи как как раз сообщества дружеского сообщества значимых людей и анализ республиканцев у меня есть друзья в том числе они отчасти сентиментальные друзья именно в инфраэй цепочке в этом сообществе я себя познаю как республиканец и опознаю себя как человек с возвышенной душой это такой клуб таких людей значимых друг для друга которые в том числе сентиментальные дружеские и мне кажется что это интересная связка с предыдущим докладом и здесь здесь есть и в этом смысле здесь есть очевидный момент воспитательного воздействия в смысле что королей великий и Екатерина вынуждены как бы вынуждены той доблестью которую предоставят демонстрировать философы как бы на них ориентироваться и стараются им понравиться с ними войти в некоторое общение и соответствовать их ожиданиям ну напомню фразу Владимир Чудин о том в леске поговорить после смерти о Ганде этим людям в леске поговорить после смерти потому что они могут разговаривать ну и при жизни все республиканское присутствие да собственно в песне Цимирмана она об этом и говорит потому что она начинает с того что если я уже соберусь на Елисейские поля то я возьму хорошую компанию туда вас например то есть если вы сопроводите меня на Елисейские поля то да я отправлюсь туда вместе с вами то есть это в том числе да конечно и века литературное да чтобы быть философом нужно общаться с философом так что Катя очень интересно я просто совершенно дилетант это у меня такое замечание по-моему это как фигура речь да то есть Екатерина затем у Лотмана есть статья о Крамузине где он тоже по крайней мере тоже про себя говорит что у него республиканской решатель и буквально неделя назад коллега изъела делал доклад про Священный союз где цитировал письмо Лагарпа об Александре I который тоже называл себя республиканцем То есть это такая, как бы у этих людей, которые говорят, что все в душе республиканцы, тем не менее это же они делают волшебное оборудование. Есть собрать? Может, тоже вопрос? Есть другие вопросы здесь? Я просто прибавлю к этому сонному республиканцу по душе, Михаила Павловича, Михаила Левого, который под своим свидетельством разным, Кюстина и Валерича Теселева, тоже назывался республиканцем по душе. И, на мой взгляд, уж про него все понятно, что только потому, что ему это ничем ровно не угрожало. Потому что он оставался на своем месте, а ненавидовал представительные монархии, которые его окружали, с которыми он находился в очень сложных и довольно неприятных отношениях. А вот еще один республиканец в душе. И все это, конечно, фигуры речи. Спасибо. Спасибо. И вот в красном черте здесь. Спасибо большое. Очень интересно. Я хотел бы с тем, что сказал Тимут, сэкспертизироваться. И с тем, что Евгений Викторович сказал или передал, лучше сказать не знаю. Я не уверен, что очень большая политическая программа вытекает из общего узуса. То есть, что можно пытаться в понятии публиканка в душе поверить через соответствующие формулировки о правлении. Потому что, да, вот что говорит Тимфи, какие-то политика о монархах. Они должны быть забыть отданными, как журавы. Очень старательными, длительными, им благо. То есть, это очень-очень-очень общий узус. И я вовсе не уверен, что декларация о своей благороделательности, хорошего характера и благоподанных, она вообще не имеет никакого-то средства. Если можно, в действительности я согласен, но если посмотреть, откуда выросла этика иерополитика, где ее истоки, то идея общего блага, конечно, античная и восходит она к античному полюсу. То есть, это идея, которая греческими философами, собственно, и высказана. А этому, конечно, ничего нового там нет. Насчет фигуры речи, мне кажется, что к Николаю Первому и к Александру, действительно, это уже фигура речи. Александр Первый еще может быть какая-то гройственность. Вот то, что показал Сергей, ее первое письмо по Нитовскому. Вот там, кстати, ну это мой тезис был вчера, она явно укладывается в цицинонский республиканизм, где монарх является формой республики, поэтому там противоречие логического. Нет, совсем. Оно появляется после эпохи французской революции, американской революции. Я бы хотел предложить такой политичный заход, скорее, к первой речи относящийся. Но вот глицизм с рам-тамп и так далее, и так далее, появляется с приходом сенсуализма, сентиметаризма, да не даром, с 18 века мы наблюдаем появление такого рода вещей, когда душу как бы идеальную, отличную от внешнего проявления, занимают даже крестьян. Какой карамзин, крестьяне-любители имеют. И вот в этом жанре как бы все начинают находить у себя вот такую вот идеальную душу, просто вкладывается в литературную муду, да, такой уксус сентиметаризма вполне, и Екатерина II, и там вот здесь все представители, мне кажется, вполне вкладывают. Кстати, а крестьяне писали про лям-монахщик? Да, можно это произвести вообще по тридуальности, да, то есть душу строить крестьян, тут идеальный, а внешний вид, он может быть какой-нибудь крутальный. В действительности у Девары в «Золотых часах государя», в таком модном трактате 16-18 века, там есть речь иллирийского крестьянина, который приходит в сенат и произносит длинную, подробную речь, как правильно надо управлять государством. Ее переводили несколько раз в XVIII веке на русский язык, так что крестьяне могут вступать как советчую посударь. Можно, нет, у меня просто вопрос, касающийся вот этого выражения «республиканты в душе», а если как-нибудь выражение мне приходит в голову, я думал бы не «республикация в душе», а «деяло в душе» или «монарк в душе». Ну просто «нахидка в душе». Да, предположим, да, потому что, может быть, это действительно какое-то клише, которое надо измыслять. Потому что у меня возникает ощущение, что ведь Екатерина – это человек, который играл своим публичным опытом. Там анонимное участие в журналах, где она присутствовала, и, опять же, ее отсутствие при работе вот этой комиссии, да, и ее тоже не было. И мне кажется, что вот и доброе сердце, и немножко более надуманство, да. Это же частная жизнь, частная сфера, где может быть все, что… А реальность, она другая. Если я могу добавить, вот как-то воспользуясь как-то своим авторитетом как модератор, чтобы процессировать кришель, это нужно посмотреть на более как-то широкий корпус. Вот там кто еще в этот момент, а не потом, пользуется такими фразами, чтобы описывать как-то какие качества самого себя. Ну, честно говоря, я как раз пытался найти во французской литературе 17-го века как раз такую же фразу устойчивую. Во всяком случае, Google не дал ни одной книги там, где употреблялась бы эта фраза так, как у Екатерины. То есть, все время, там, републикан. То есть, республиканская душа есть, республиканцев в душе нет, да. То есть… По-бразузски вот написано… А, нет, у нее в одном варианте так, в другом по-другому. Но, в действительности, впервые такая фраза встречается в словаре Филютьера 1694-го года и со ссылкой на Сент-Эвремона, на его очерке о Голландии, где он как раз пишет о том, что голландцы – вот как раз это настоящие республиканцы, но, по его мнению, республиканская душа – это та душа, которая как раз возвышенная. То есть, стремится к возвышенности. А голландцы растеряли республиканскую душу, потому что стремятся к торговой выгоде. И поэтому они потеряли истинный дух республиканства. То есть, эта душа, она противопоставляет возвышенную душу римскую голландским торговцам, которые не так возвышены, как, казалось бы, они должны быть возвышены, как республиканцы. И поэтому, мне кажется, вот здесь как раз ключ к пониманию Екатерининского словопотребления исключительно во французском словаре. То есть, это устойчивая фраза. То есть, это душа, которая стремится к возвышенному. А она хочет выглядеть возвышенной в глазах своих корреспондентов. Поэтому не случайно Цимирману и Гримана пишут об одном и том же. У меня в переводе на современный русский – «возвышенная душа». Я стремлюсь к общему благу, а не к своему личному. Это, конечно, клише, но я хочу сказать, что, на мой взгляд, Екатерина все-таки была достаточно искренней, ну, насколько можем, шутливой эпитафи. Ну, дайте мне сказать тоже. У нее были идеалы, понимаете, у нее была своя ситуация жизнь. Но у нее было то, к чему она хотела бы стремиться. То есть, здесь не только одна игра. И в плане республиканизма что здесь? Действительно, это боном коммуне. Это не чисто вот Цицероновский, если считать, что это монархия и республика одно и то же. Но это вот такой республикализм, который допускает и монархию. И еще одна вещь, все-таки, вот очень интересный был изначальный посыл вот к этим собачьим эпитафиям. Я бы хотел, чтобы мы немножко… Потому что топтание на одном республиканизме, оно уже становится не столь полотворным, как вот отход, допустим, вот к таким интересным поворотам. Почему так и почему все-таки ей это было важно? Почему она от этого отталкивается, допустим? Так, я видел Наташу. Наталья, прошу. А можно попробовать посмотреть на это с точки зрения синтаксиса? Поскольку вся фраза, риторический период построен так, чтобы подвести к главному выводу. Главный вывод фразы – она имела друзей. И она имела друзей, при этом будучи монархом. Дружба – это философия 18 века, союз равен. Для того, чтобы монарх имел друзей не только среди монархов, а он должен иметь республиканскую душу, чтобы признавать равными себе с тех, с кем он дружит. То есть я бы, честно говоря, здесь от политики отошла бы скорее к сентиментаристской философии дружбы и к тому, что она была республиканской в душе, находя друзей далеко за пределами монархического круга. Честно, а можно второй вопрос, еще аргумент? Да, быстренько. Да, я прошу прощения. В пользу того, что Наталья Конкоша сказала, Сергей Пьерба была не поддата, но в 1752 году еще нет поддата. Она уже республиканка. И, следовательно, коннотации дружбы действительно здесь могут оказаться важнее политически. Я могу тоже добавить здесь. Я вообще думаю, мы все говорим про первое слово этого сочетания, но не говорим о втором. Все-таки республиканская душа могла бы писать убеждения, принципы, но она всегда... Я, собственно, про это и говорю. Для меня, в действительности, она не сторонница республиканской формы правления. Она прекрасно понимает, что она деспот, и она об этом прямо пишет. Я не злоупотребляю своей деспотической властью, но при этом я республиканка в душе. То есть я прекрасна как человек, у меня поэтому есть друзья. Я, соответственно, обладаю возвышенной душой. Мне нравятся красивые вещи. Я люблю, соответственно, веселость. То есть это все перечисляется через запятую. И действительно Михаил прав, потому что она пишет об этом же в 55-м году, но она пишет, обратите внимание, в 55-м году несколько отлично. Она все-таки пишет не о душе, а о любви к республиканскому образу правления. Она здесь не пишет про подданных. Она говорит про отца, что он был явным сторонником республиканской формы правления, и поэтому она из уважения к нему также стала республиканкой. Потому что эта цитата, действительно, тут подданные не упоминаются. То есть это письмо около 55-го, скорее всего, потому что оно не датировано, но, видимо, в 55-м году написано. И Панятовский, наверное, особенно адресат тоже. Да, то есть это секретарь английского посольства. Спорят это Вильямсу или Панятовскому. Панятовский просто упоминает своей кемуарой, что она отправила ему свою краткую автобиографию. То есть, скорее всего, вот это Нитовский все-таки. Хорошо, слушайте, мы прервали Виктора. У него все-таки, видимо, насущенная потребность в интерпретации уже. Я хочу сказать очень коротко. Четыре тезисы. Первый тезис. Первый тезис. Первый тезис. Синонимы. Республиканская душа. Философская. А что здесь имеется в виду под философией? Она обращается к энцикрупедистам. В Европе этого времени философия – это философия энцикрупедистов. Это философия. Она хочет иметь авторитет перед ней. Эцикрупедисты Вольтер, Петро, Беналберг – в каком смысле они республиканцы? Они в том неэсказивном простое, о котором говорил Архалет Харкор. Под республикой может подниматься такая форма правления, как ограниченная, посвященная монархия, с целым рядом с этими веками. В этом смысле синоним республиканской души и философской. Далее, в отношении французского языка, что и XVIII века, рамы республикан может быть просто синонимом републикан. Я республикан, а не возвышенная душа. Возвышенная – это еще вольные интерпретации. Надо смотреть контекст, конечно, но рамы республикан может быть просто синонимом. Жусь и републикан, жусь и ламы. По поводу практики. Насколько это чисто риторическая фигура? Что можно, по крайней мере, точно за Екатериной оставить как историческое наследие? Воспитание наследника Александра – это институциональный жест императорицы. Это не просто частное приватное желание бабки. Это решение институционально договаривает будущее империи, в том числе и будущее образа Екатерины во всех последующих поколениях. Это важнейший институциональный жест. Воспитание Александра – это лагард, который открыто заявляет себя республиканцем. И в отношении которого она хвастается перед всеми иностранными посланниками, что меня воспитывает наследника, настоящий руссоист республика. Это Муравьев и вот эта команда воспитателей, которые формируют будущего императора, следуя на будущем в космосе. Далее, то, что называют «законные монархии» в российской теориографии – это важнейший набор институциональных решений, который может показаться сегодня смешным, но в отношении с тем, что было до Екатерины – это важная, серьезная и довольно рискованная инициатива. Так что я их периодически приходила задавать назад. Вложенная комиссия и далее целый ряд эстациональных шагов. И которые потом все-таки имели эфо-серьезную обустроение. И третий, последний ее жест такой, эмоциональный, который можно таки имущество – появление целого слоя образованной элиты, скажем так, классический республиканский настрой. Не то чтобы она его породила, но она создала условия, которые это сделали возможным. То поколение, дети которого станут декабристами. Не было бы Екатерины, неизвестно, породилось бы это поколение или нет. Она создала целые разные слои, при которых появились такие вещи, как Муравьев, Карамзин и Радищев, несмотря на то, что Радищев. И она это сделала возможным. Это практические шаги, которые говорят о том, что вечно просто очистить проект. Четвертый доклад только что был. Прекрасный. Но, может быть, первые три докладчика имеют ответы на это или нет? Я, собственно говоря, как раз о том и говорил, что ее деятельность была создана в какой-то степени. Те цели, которые она здесь указывает, при том, что это эпитафиз, который мы начали, шутливая. Она шутливая и там человек себя показывает. Но человек себя показывает не обязательно как некую демонстрацию. То есть он нечто отражает и то, что было, и то, что он хочет действительно, чтобы в нем видеть. Иначе он этого хочет. Поэтому я думаю, что это справедливое замечание по поводу некоторых результатов его деятельности. Я, конечно, согласен с тезисом Виктора о том, что Екатерина воспитала ни одного республиканца, не только Александра, но и целое поколение. Может быть, сама не желает его. И заслугали в этом Екатерины в какой-то степени да. То есть если так задавать по честному вопросу, то есть в этом смысле я последний тезис полностью принимаю. Я не утверждал, что республиканцы только в душе. Если посмотреть на определение академического словаря, оно просто с 1994 в пять изданий входит неизменно. Вот это издание 1962 года, ровно в год, когда Екатерина вступила на престол, что означало слово «республиканцы». Это тот, кто имеет страсть к республике, тот, кто любит свободу своей страны, тот, кто ненавидит монархическое правление. А вот употребление слова «республиканская душа» это тот, кто, соответственно, имеет «la frité de l'âme» «fait la véritable république». Но в действительности это прежде всего политики, потому что «le brut et le coton » «le grand république». То есть «бруты» и «катоны» — вот это, великие республиканцы. И мне кажется, что это надо рассматривать абсолютно в контексте классицизма, просветительского классицизма, который предполагает культ Рима, культ Греции, соответственно, Римской республики. И вне этого это невозможно рассматривать. С другой стороны, я не успел показать эту цитату, поэтому я воспользуюсь и покажу. Есть замечательное сочинение Вольтера, которое Екатерина, скорее всего, была знакома. Вольтер спорит с Монтескио. В этом сочинении это «Меланж де философии». И он пишет там. «Республика не основана на добродетели». Это тезис Монтескио. Она основана на словолюбии. Екатерина часто пишет, что слава — это ее главная цель. Она стремится к славе. «На словолюбии каждого гражданина, которое содержит словолюбие других, на гордости, удерживающей гордость, на желании господствовать, нетерпящим, чтобы другой господствовал. С того сочиняются законы, сохраняющие равенство, сколько возможно. Это сообщество, в котором гости равного аппетита едят за одним столом, пока придет человек прожорливый и сильный, возьмет все себе, а им оставят крошки». Это русский перевод «Екатеринского времени», неопубликованный, рукописный, но он очень точно свидетельствует о том, в иронии Вольтера по отношению к республиканской форме правления в том числе. Можно? На голову. Так, здесь все. Большое спасибо за такую обширку, интересную дискуссию, очень интересно было вам услышать. Вопрос сначала к вам, товарищу посрединник, вы говорите о гнине живениях. А кто быстрее сидит? Бабачка. Что касается тезиса Екатерины о том, Потому что даже если бы не было монархов, если бы народ был республиканцем, то не нужно было бы монархов. Следовательно, другая фраза Екатерина, которой вы не сказали, что пьяным народом легче управлять, а мы знаем, что большинство преступлений совершается по пьяному власту. То есть, здесь как вот эта чаша весов, они соотносятся, это первый вопрос к вам, и ко всем проявлению меня. Такой вопрос. Сначала вот такой вопрос. По Геомелии, на мой взгляд, дошли ли мыли на Геомелии. Не за то, что он там брел интриги и поддерживал свой имидж и какие-то вещи. Он брел во Флоренции военную политность обязательно для всех. Была армия наемников, от которых я передавал, занимали туалет, но армию могли бы купить, захватить и прочее. Наемники не хотят брать, а люди, которые решили с места защищать, свои маленькие, как в предыдущей наказчике говорили, маленькие земельные моделы, они это защищали, которые были вложиться на сперс, в отличие от феодат. Поэтому был такой вопрос. Когда Екатерина говорит о республике, маленький есть момент, что она говорит, я республикантом в душе. Допустим, что она считается республикантом в душе, кому она это говорит? Прямо она говорит крестьяна, она говорит своему утро к мужику, и я полностью с коллегой согласен на эту тему, что может получить некую эмпатию, она говорит своим дворям. То есть, Макеавелия опиралась на средний класс, а на кого опирается Екатерина? На высший класс, на который опирается, в свою очередь, на теоретские языки? Спасибо. Екатерина ни разу не сказала на русском языке, что она республиканка. Одному русскому человеку она не адресовала эту фразу. Это все цитаты из французских писем, которые она адресует швейцарскому доктору-немцу или немцу, который живет всю жизнь в Париже. Каждый раз на французском языке. То есть на русском она ни разу не говорит, что она республиканка. Ни в каком виде. То есть мы не найдем ни в одном сочинении ее на других языках этого утверждения. То есть эта фраза абсолютно существует во французском контексте, в контексте французской культуры. Что касается как раз того, что монархи были бы не нужны, если бы все люди были справедливыми и разумными, то в этом смысле она почти доходит до той идеи, до которой дошел Кант. Потому что опекуны не нужны людям разумным. И Радищев тоже. Она подтверждает то же самое в 1989 году, что пишет практически в то же время Радищев. Опекуны не нужны разумным людям. А так как люди не разумны, наш род, род царей, он нужен этим людям. Это логика очень простая. Забыл короткий вопрос еще спросить в одной дискуссии. Что им нравилось тридерной ситуацией, когда Екатерина была наивной республиканкой к жесткому деспотизму внутри? Какая была личная дыра внутри? Ой, к сожалению, я не франит. Не смогу ответить. Насчет слова «употребление». Грифиц утверждает, в отличие от Сергея, что она поменяла свое слово «употребление» в 1989 году, в 1792 году. Что у нее была занята война со Швецией, с Турцией, и было не до того. Именно поэтому санкт-петербургские ведомости опубликовали, еще перевели декларацию прав человека. А потом только закрыли публикации в 1992-1993. И то, что здесь тоже важно. Слово «репибрикен» остается, но, естественно, в комбинации с «канайом». Эти республиканские «канали», весь этот сброд, черт, сволочи, тут меняется уже полностью. Вот это можно и своим было сказать. Но по-русски не успело. Так, у нас еще один вопрос здесь. Ну, вопрос, а в комментарии, просто не отрицая те интерпретации, очень такими вот стендированными, которые подключали. Просто какая-то цитата из одного из моих героев, в 63-е годы, и он пишет. «Изложу вкратце милостовую князь. Помните ли, мне подали холодного супа, сырого мяса и горячего салата. Вы думаете, что это загадка, однако это были. Я получил холодную вишневую супу, ряленую ячину и салату, при правильного отопленным маску уксусу, чем он вынужден был отобедать». Иными словами, это выглядит, что не отрицает другие интерпретации, конечно, такое типичное мон мон, основанное на сопоставлении несопоставимого. Республиканство, республиканство и неограниченная власть. Салонная, типичная салонная шуточка такая, салонное слово. И конструкция, по крайней мере. И в какой степени в него надо вкладывать всю глубину философских смыслов? В контексте которого, конечно, Екатерина существовала. — Да, мы тут, на самом деле, не ответим. — Холодное суп, сырое мясо. — Спасибо за контекстуализацию, на которую Сергей способен. — Мне кажется, что все-таки, да, это парадокс. То есть это очевидный парадокс, и она на этом работает. То есть она пытается с помощью этого парадокса показать, что она все-таки из стана энциклопедистов, из стана республиканцев. И смотря на то, что занимает престол России. То есть этот парадокс должен сделать ее частью сообщества, да, республик Далята. — Слушайте, у меня просто вопрос к залу, потому что вот то, в чем образовал Марк Аркадьевич, не было реализовано вообще. Самое знаменитое сказание все-таки в рамках эпитафии, причем собаки. Может кто-то что-то понимает про эпитафии в зале, кроме Марка Аркадьевича, в чем эпитафии с животным, в чем животным поименованным специально именем страшного врага. Англичан тогда не любят, она специально собак называет последовательными именами английских лордов. Причем они, значит, брут, как мухи, и каждый раз пишутся эпитафии. А потом по этой модели, значит, она пишет сама себе. Ну, по-французски. Ну, потому что Сигюр написал «Прежней собаке умерши». Вот кто-то что-то знает из этого контекста в зале? Потому что пока что мы… Мне кажется, что здесь, вот я когда в Англии изучала эти темы, «Топ святой волк» мне говорят, «Катерина, для чего она держала собак, ни о том, что она их любила, она их терпеть не могла». Потому что она боялась, что ее отравили. Некоторые на ее придут, мы на такую собаку, прежде чем пирожные ей давали, она отламывала и половину. Если собака съедала, тогда она съедала в дороге. Да и так рассолала все что угодно. А англичане, она писала так, что если даже ее собаки умирали, потому что Наталья ей не так хорошо опускали на нее, то не охранили. И она нам дорадовала, что кто-то уходит, потому что у нее система вообще… Она, если сравнить Екатерину Вторую и Екатерину Медичи, то Екатерина, конечно, в плане, так сказать, за одной из убийств, про Евгений сказал, то есть она, что очков удастся в плюну. Поэтому она отмечала. То есть там система полиции и убийства работала так, что Екатерина Медичи… Ну, я думаю, что… Там с Екатериной Медичи все-таки вспомнила. Она была королевой-матерью. Каким бы Генрих Луа, Генрих Третий, не мог бы вели, он был на троне. Карл Девятый и так далее. А здесь она села на трону, скупируя власть. Она должна была дождаться совершеннолетия, а так 40 лет с Вавелой не дождаться и ничего. Ну, дождалась уже, я думаю, на свои конечки. Я вижу теперь вот две руки, но у нас осталось… Остается вот три минуты. Так что мне кажется… Я тоже хотел бы услышать последнюю ситуацию… На руке, на руку. Да, но если вот те, которые подняли свои руки, могут быстро задать свои вопросы или сказать свои комментарии… Спасибо. Я тоже изучал эти тексты. Я все-таки считаю, что мы должны говорить о определенной политической программе Экатерины Второй. И здесь, в семантическом поле, републикент – это значит республиканский. Прежде всего, поддержка, одобрение свободы, вольности. И вот если вы посмотрите переписку, связанную с гранической экспедицией в Архитерах, вот это в 1870-е годы, она использует этот термин «мы вернем грекам вольность». И потом уже, так сказать, там даже было, как мы знаем, слово «есть правду» не она это использовала, а в моих периодах это «вольную республику дать». Но именно вот в этом заменении – вольная республика, вольность, свобода. Другое дело, что, конечно, она была политически ограничена, но, тем не менее, я думаю, вот здесь вот эта связка. Экатерины Второй, да, и в общем-то еще было понятие «христианская республика», но тут это международное отношение было, но, тем не менее, тоже было. И здесь все-таки я склонюсь к тому, что это надо понимать как «республиканская душа». Нет душе республиканская, а республиканская душа – это и тогда вот «республиканская» – она имеет меньшую такую, я бы, семантическую нагруженность, чем «республиканка», которая предусматривает, что ты имеешь определенный модель поведения. Когда ты говоришь «республиканская я», это значит, что есть определенные черты, которые в частности политического поведения, как «вольность». Конечно, несуществительная. И Наталья Мазур тоже хотела. У меня очень много коротких, в общем, когда говорят короткие, попадают в речь всегда. Ну, традицию эпитафии животным, но она действительно очень старая и очень часто в ней упала легкая ирония, но давайте вспомним «Катула», эпитафию «Волух», «Весбии». Это сама по себе традиция, которая содержит саму иронию. И в XVIII веке очень любили писать иронические авторы эпитафии. Авторы эпитафии Перрона. Здесь лежит Перрон. Он не был никем, не даже академиком. Которая, на самом деле, конечно, показывала, насколько велик Перрон. А Академия сама виновата, что не удовлетворила его свои участия. Поэтому я бы сказала, что здесь очень много самоирологии с одной стороны и с другой стороны гордости с самой собой, но это очень литературное произведение, и его надо разбирать все-таки по-моему, в контексте не сколько по политическому, сколько литературным формам. Ну, а это, естественно, любой филолог вам даст. Так, последние комментарии и реплики от участников. Ну, тогда вот давайте вот… АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ